Сейчас мы выкопаем клад, покажем вам только маленькую ее часть, ну одну там или две монетки, больше не будем показывать. Дальше не проедем, придется идти пешком. Пешком идти 5 километров как минимум, Олег. Ну мы все ближе и ближе к цели, вот такой здесь у нас прекрасный мост, Олег его сейчас пробует. Эй, речка, речушка, смывала всегда здесь каждая года их, но в этом году нормально. Прозрачная, половодье прозрачное, деревянный мост и стойки деревянные, пока держится, вроде бы дубок такой нормальный. Ну вот мы и прибыли на место, начинаем потихоньку разворачиваться, настраивать аппараты. Сейчас будем здесь пробовать. Если ветер будет мешать, прошу прощения. Короче, оттуда пришли. 6 километров, да, 6. Хрен да маленько. Сейчас будем подниматься. Вон туда, видно вам? Вон они. Царские дома. Царь тут жил, ага. Вон туда сейчас пойдем. Тут полностью дохлая деревня, не души. А нет, есть. Вот он. Пацаны, смотрите, как вам? Нравится прибор? Тюнинг прибора нравится? Это такая вот лента. Вот такой тюнинг. Прикольно, да? Короче, где купить? На Алиэкспрессе 45 рублей рулона. Вот на ветрах 2 рулона. Даже можно было бы одним обойтись. Короче говоря, ссылочку сделаю под видео. Кого интересно, покупайте. Ну а мы продолжаем. Низ вот тут сейчас склон пробьем и пойдем туда. Есть что-то. Вот тут. Что-то где-то здесь. Я. Ну, где ты? Ага. Ага. Вот она. Что тут у нас? Смотри, блядь. Сходи, сейчас сигареты уберем. Можешь взять на них сигареты. Сходи, рубль. Какого года? Стоит, второго. Ой, блядь. 97-й. Ёп. Первая была пробка. Как говорит Порываев. Есть такой, коврат. Будешь смотреть ролики, узнаешь. Порываев говорит, если первая пробка, все, коп удался. Вот, пожалуйста, блядь. Вторая монета. Вернее, вторая находка монета. Ну, ладно. Не забываем закапывать ямки. Ямки, кстати, закапывать, слышь? Да, да, да. Да, да. Так, добрались мы с низу сюда. Постепенно шли, шли, дошли. Вот такие вот дома тут стоят. Старенькие. Олег там еще пипикой догоняется. Посмотрим, что тут. Хозяин, пусти в дом. Посмотреть. Знаете, тут что? Камни какие. Натуральные, блядь. Ух ты, нихрена себе. Блядь, вот этот подвал. Пацаны, ну не знаю, как фокус. Как тут сейчас фокус нам передаст? Да, мы, короче, у нас подвал. Не провалиться бы туда. О! Шурф называется. О! Шурфанул. Кто-то тут пошурфился. Ну, что, пацаны, кто угадал домик, ставим лайки. Пишите, нашли что или нет. Олег, иди глянь. Тут наш брат Камрад уже поорудовал. А домик-то перспективный. Внутри-то там глянь, что. Тут теперь добра, блин. Пойдем еще вон в тот сходим. Деревня полностью глухая. И немая. Шурф, углы, Валя, Ваня, Оля. 2002 год. Девочки, привет вам. А вот и я здесь. Пойдем в другую комнату. Копать здесь смысла нет. Во-первых, мусор. А во-вторых, Ваня, Оля и Валя тут уже прошлись. И причем, эта тройка не даром потеряла время. Группа глухо. Хоть вон тот дом, хоть он не жилой, но мародерить мы не будем. Да, домик сгнил. Здесь небезопасно. Кладов тут нет. Пойдем искать поля. На той стороне есть домовые ямы. Проверим. Смотрите, ребят. Классный какой. Я по нем даже, наверное, немного лопатулькой задел. А самое главное, друзья мои, он целенький. Вот такие вот дела. Четкие. Что это за? Ты понял, Олег? Революция. Нам сейчас в стране необходима революция. Что это за ствол был? Карабин. Карабин? Что за карабин? Мосина? Карабин Мосина? Может, он здесь и зарыт? Сейчас найдем, без проблем. Решили мы отдохнуть, немножко перекусить. Ходим по этой деревне. Деревня брошенная, но свалка конкретный. Короче, вот у этого друга вчера был день рождения. Сейчас мы ему будем дарить призыв в студию. Короче, вратан, вот тебе... Вот тебе хурка, блядь. Дорожники. Сам ты дорожник. Сам ты елка. Будешь, Камрадов, тормозить хабар отбирать. Так, держи. Может, поверите. Спасибо. Хабарница. Как у настоящих мужиков. Это на ванке. А это... Я не буду делать рекламу. Да, но вот это набрать... Это надо столько сил. Это уже набрано. Все наклеечки набраны. 50 рублей добавляешь. И охрененный ножик у меня дома лежит. Во! Блядь. Я поначал не хотел тебе дарить. А я говорю, подаряли. Я жене 7 таких подарил. 7? Она тоже магнит работает? Она тоже магнит работает? Нет, она в банке работает. Просто я говорю, я работаю в инкассации. В инкассации езжу по магниту. Так, сейчас мы перекусим. И продолжим. Без находок не уедем. Да, в принципе, маленький есть. По мере, епта. Давай, давай, тебя сфоткаю. Э? Ну-ка, мере, мере. Спиной помню. Ну, у тебя жилетка. Она нормальная. У меня жилет и этот сзади же это. Ну, ты в натуре, как ДПСник, развалился еще такой. С тесаком. Ладно. Сделаем паузу. Скушаем яичко. Давай выпьем за твой день рождения. А у тебя чай? Чай. А я чай. Чай хороший. Не пью. Не попьем я. Надо вес сбрасывать, понимаешь? Вес сбрасывать? Да. Надо. Давай, дорогой. Счастья тебе, здоровья. Успехов в работе, личной жизни. Перспектив. Ну и собак. От всех камрадов. От всех. Пацаны. Вы только посмотрите, ребят. Пипец. Он без колец. И не обложенный. Подержи. Я не знаю, конкретно, сколько тут метров. Олег говорит, метров 9. Ровно вырыт. Я не могу. Ровно вырыт. Нет, аппарат уже не видит. Туда дальше не могу вам показать. И вбок куда-то уходит. Олег, может, это какой ход? Там не видно. Нет, не видать ничего. Колец нету. И не обложенный. И глянь, да? Вот у Олега четко. Тень. Тень надо создать. Вот Олег сфоткал. Вы смотрите, это охереть. И дна не видать. Пипец. Это четкий колодец. Ребятки, подписывайтесь на канал. В следующий раз мы с Олегом поедем. Возьмем с собой альпинистское снаряжение. А у Олега оно есть. И полезем туда. Стопудово там хмырь какой-нибудь зарыл что-нибудь, блядь. Ну и на крайняк что-нибудь уронил. Неспроста тут эту дырку сделали. Или, может быть, это гигантский червяк. Короче, друзья, ставим лайки. И мы в следующий раз слазим туда. А сейчас мы продолжаем упорно искать клад. И хотя бы одну монетку, блядь. А то Олег разочаруется. Скажет, херня вы, а не кладоискатели. И все. Сигарет нет. Наслаждаемся свежим воздухом. Не плюйте в колодцы и не ездите один. Кто вас оттуда будет доставать? Да, оттуда вылезти сложно. Ну, поехали. Смотрите, пацаны. Чего тут бобры наворочали? Пипец. Гляньте, какой плотину тут организовали. Охренеть. Все покосили. Все, вообще, глянь, Олег, с этой стороны. Смотри, вот тут вообще конкретное плотино. Уровень, видите, какой перепад. Бля, все раз, блин, сучки там. Да ты глянь, а вот тут всю мелочь даже подергали. И все сюда вот вытащили. Где-то они тут зимовочка. У них тут, наверное, яма. Вот с этой стороны яма. И они вот здесь вот запрудили, видишь. Интересно, да? Вот дикая природа, блин. Так, позади два часа копа еще. Плюс к тому времени. Но у нас ни хрена. Одни пробки и железячки. Вот сейчас первая, первая находка, которая не пробка и не железка. О, как вы думаете, что это? Нет, это не кольцо. Это, похоже, конина. Или пуговица. Вот, ребят. Ну, по всей видимости, это, наверное, все-таки пуговица. Ну, может быть, и конина. Ладно, будем продолжать. Вот, добрались мы до этого места. Видите, вот крест. На этом месте стоял... Это памятный крест, установленный на месте Никольского храма. Храм был открыт в 1781 году. И сгорел в 1963 году. Вот здесь он стоял. Но от него никаких... Через 10 лет как... В 1953 же этот столик, помню-то. Ага. А это 63-й. Никаких следов от него. Вот там котлован единственный остался, и все. Ну, выпьем. Дай бог здоровья тому, кто это установил для добрых путников. Вы не подумайте, мы кофе пьем. А то скажешь, бухают там до храма, да? Ну, что, пацаны? Этот ролик я назову дебют-облом. Что мы сегодня нашли? Ты хочешь похвастаться? Патрон с серебряной пулей. Кстати, патрон не простой пулей серебряной на вампиров. Да? Да. Вот. Сильно не судите строго. Наверное, первый ролик, в котором не будет находок. Дебют-облом. Ну что ж, зато мы отдохнули. Отдохнули так, что я уже ель ноги тащу, бля. Но, тем не менее, мы вам всем желаем находок не таких, как у нас сегодня, а хотя бы побольше. Хотя бы на одну. Мы заканчиваем. Осталось несколько десятков километров до нашей машины. Мы еще съездим. Нам еще в тот колодец надо дырнуть? Да. Еще мы нашли дом, я не снимал, там было темно. Мы нашли дом, а в доме колодец. Мы кинули туда камушек. Минут через пять, наверное. Минут через пять, десять камушек упал на землю, воды там не было. Ну что, короче, до новых встреч. Скоро поедем в отпуск. Ох, мы тут накопаем. Как сегодня. Даже больше. Чао. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ